В промышленном районе Самары самое большое количество жилых домов также строится много нового жилья. Представители ТСЖ, активные жители включаются в реализацию социально значимых инициатив по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Активисты участвуют в региональных проектах по благоустройству, а также являются участниками федеральных программ. И благодаря инициативности представителей ТСЖ во дворах расширяются проезжие части, появляются парковочные карманы и детские площадки. Но чаще всего, конечно, жители волнуют самый главный вопрос – комфортная жизнь в своем дворе и в своем районе. Это программа «Совет моего дома». Здравствуйте! Вот как развивается промышленный район Самары? Я говорю сегодня с Татьяной Эдуардовной Куклевой, временно исполняющей полномочий главы промышленного внутригородского района городского округа Самара, и Светланой Александровной Потоцкой, председателем ТСЖ и управляющей микрорайоном. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Татьяна Эдуардовна, первый вопрос у меня к вам. Расскажите, пожалуйста, про ваш район и, конечно, про историю его создания. Наш промышленный район – это самый большой район в городе Самара. По числу проживающего населения мы занимаем первое место в городе и второе место после автозаводского района в Самарской области. Район достаточно молодой. Мы были образованы в 1978 году путем деления, присоединения к нам части Кировского, Октябрьского и Советского районов. Район активно развивается, появляются новые жилые микрорайоны, новые инфраструктурные объекты, реализуются бизнес-проекты. Но и вместе с тем значительную часть территории районно включает в себя Беземянка. Жилые дома на этой территории были построены сразу после Великой Отечественной войны. И, естественно, надо говорить о том, что на этой территории много и знаменитых наших домов Сталина. И, конечно, накопилось очень много проблем и с ремонтом коммуникации, с развитием системы, но вопросы решаемы. И решаемы они благодаря тому, что мы принимаем участие и в реализации национальных проектов, которые были инициированы нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это и реализация на территории района региональных и городских программ. Это позволяет нам привлекать на территорию дополнительные финансовые средства, которые в том числе и используются на благоустройство, на создание комфортных и благоприятных условий для наших жителей. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Светлана, ну а вопрос у меня следующий к вам. Расскажите, пожалуйста, а как, собственно, начался ваш путь в ЖКХ? Он начался в 2012 году. Тогда у нас в нашем доме в ТСЖ менялся представитель правления, и жители мне предложили занять эту должность. К сожалению, опыта на тот момент у меня не было. У меня экономическое образование, и в сфере ЖКХ не работало совсем. Но со временем сложилось обстоятельство так, что я наверстала упущенной, и мы достаточно плодотворно жителями, и, в принципе, кварталом у нас очень дружный, 18 СЖ, достигли огромных результатов, на мой взгляд. Вы еще и управляющие микрорайоном совмещаете вот эти должности. Успешно ли? Да. Я заявляю, что да, мне эта работа очень нравится, потому что это работа с жителями, работа с людьми. Люди – это прекрасный ресурс, который нам помогает двигаться вперед. И, конечно, если бы не их, наверное, инициатива и поддержка, мы бы не… Также активно не участвовали в федеральных программах, в благоустройстве. У нас есть своя группа в Инстаграме, которая называется «Квартал Династия». Мы туда анонсируем мероприятия и очень активно проводим досуг у себя на территории. То есть жители берут пример с вас, это очень отрадно и немаловажно. Татьяна Эдуардовна, расскажите, пожалуйста, про ремонт дворовых проездов, тротуаров. Это тоже тема ЖКХ. Вот немаловажная, конечно, для комфортного проживания жителей вашего района эта тема. Расскажите, пожалуйста, об этом. Мы с вами наблюдаем в последнее время те работы, которые проводятся по ремонту дорог на территории города, и в частности на территории района. Яркими примерами могут послужить это и улица Победы, которая была капитально отремонтирована в год 75-летия Победы. Причем была приведена в порядок не только сама дорога, но и фасады близлежащих домов. Это заводское шоссе на нашей территории, это 22-го партия за улицей Земица, востребованная дорога, которая соединяет и позволяет в дальнейшем развиваться нашим крупнейшим промышленным предприятием. Наверное, поэтому не случайно район называется промышленный. В этом году у нас был проведен капитальный ремонт улицы Вольская. Около социально значимого объекта, больницы имени Семашко, появились новые парковочные места. Территория преобразилась. Светлана Александровна как раз и проживает на улице Вольской. И, естественно, мы не могли стоять в стороне. Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, строительство новых тротуаров – это приоритетная для нас задача. В районе с 2018 года принята и реализуется программа благоустройства территории промышленного района. Основной задачей которой является как раз выполнение этих работ. Если с 2018 по 2022 год мы отремонтировали порядка 37, капитально отремонтировали 37 внутриквартальных проездов и порядка 63 проездов картами, в этом году мы смогли также выполнить ремонт еще 36 внутриквартальных проездов. То есть год еще впереди. Вы сказали, что программа до 2022 года. Программа – это до 2025 года. До 2025. У нас является строгий технический контроль за качеством. Это немаловажно для нас при принятии выполненных работ. И хочу отметить то, что важно на территории не просто отремонтировать асфальтовое покрытие, но еще создать места для парковок, создать безопасные тротуары для наших пешеходов. И то есть все это мы стараемся реализовать при выполнении работы по благоустройству. Вместе с вашей командой и, конечно, вместе с инициативными жителями. Светлана Александровна, скажите, как вам удалось создать ТСЖ, почему выбрали именно эту форму управления? И, собственно, сразу здесь же, какие преимущества получили жители после создания ТСЖ? Дело в том, что форма ТСЖ удобна жителям тем, что они могут контролировать движение денежных средств. Они самостоятельно принимают решения о том ремонте или тех видов работ, которые они хотели бы сделать в текущем или в следующем году. План мероприятий. Это все утверждается собственниками. Именно поэтому ТСЖ удобнее, потому что для управляющей компании, для руководителя управляющей компании иногда бывает жителям дотянуться сложно. А председатель, либо члены правления, они, как правило, всегда в доступе, с ним всегда можно проговорить. У нас есть чаты, группы, где люди активно участвуют в диалогах. Ну, то есть эта форма удобна, комфортна, по крайней мере, для вас. А вот еще, что говорят жители, почему вот именно эта форма им немаловажна? Ну, это в большей степени все-таки учет. Учет, потому что у нас стоят общие домовые приборы учета. Мы это все контролируем. Члены правления имеют доступ к этому. Мы имеем возможность без третьих лиц самостоятельно отчитаться. То есть мы вызываем, например, ПТС, если есть какие-то вопросы. Либо СКС. То есть это не игра такая, ну, смутная. Невидимость, да, не создание видимости. Да, то есть здесь жители, участники процесса, они живут этим. Каждый многоквартирный жилой дом располагает прилегающую территорию, которая время от времени требует благоустройства. Свой вклад в обновление дворов вносят жители, регулярно участвуя в муниципальных и федеральных программах. Родные территории приобретают свежий вид. Вот об одном удачном примере расскажем в нашем репортаже. На улице Тамашевский Тупик, 14 в этом году обновили внутриквартальные проезды. Заменили асфальтовое покрытие, тротуары, обустроили новые парковочные места. Все это благодаря программе благоустройства дворовых территорий, которая реализовывается в промышленном районе Самары. Конечно, под лежачий камень вода не течет. В основном все работы производятся на основании обращения жителей. Стараемся учитывать пожелания жителей при производстве работы. Привести в порядок территорию попросили жители микрорайона. Они обратились к районным властям через социальные сети. Светлана Потоцкая – председатель ТСЖ. Благоустройством занимается не первый год. Говорит, ей не безразлична судьба квартала, в котором она живет. Все наболевшие вопросы решаются с жильцами совместно на общих собраниях. Здесь, что сделали самое главное, здесь частично не хватало и тротуара, то есть его достроили, и организовали парковочные места. В некоторых местах был провал старого асфальта, что очень успокоило жителей. И это подвигло обращаться и в соцсети, и к Дмитрию Игоревичу обращались, и в администрацию района, чтобы провалы вот эти убрать. Территорию привели в порядок за несколько недель. От выбора объекта благоустройства до контроля качества выполненных работ в процессе активно участвовали сами жители. Всего в промышленном районе в этом году обустроили свыше 40 дворов. Уже намечены планы на 2022 год. Татьяна Эдуардовна, расскажите, пожалуйста, как на территории района реализуются такие важные проекты, как «Комфортная городская среда», «Твой конструктор двора» и «Губернаторский проект содействия». В 2017 году мы приступили к разработке программы «Комфортная городская среда» промышленно-нутригородского района. Эта программа у нас рассчитана с 2018 по 2024 год. Так вот, в 2017 году был проведен полный мониторинг территории района, по результатам которого выявили 306 территорий, внутриквартальных, внутридворовых, которые требуют ремонта. Приступили к реализации программы в 2018 году. Начинали с благоустройства пяти дворов. В этом году мы уже благоустраиваем 11 дворов. Благоустройство проведено, закончено. При создании дизайн-проектов каждого двора учитывается в первую очередь мнение жителей. И именно с ними согласовываются эти дизайн-проекты. Наши жители являются контролерами выполняемых работ, за что им огромное спасибо. Работу мы не останавливаем в этом направлении и будем продолжать дальше и реализовывать программу на территории района. Губернаторский проект содействия. В 2020 году три проекта реализованы. В 2021 году на территории района реализовано три проекта непосредственно за счет софинансирования из бюджета района и вышестоящего бюджета. И благоустроено одно из знаковых мест для нашего района – это дубовая роща. И здесь нам уже помогла администрация городского округа Самара. Дубовая роща является логическим продолжением благоустроенной раньше общественной территории сквер Солнечная поляна. Территория благоустраивалась в 2018 году, Солнечная поляна. И вот кусочек, такой природный ландшафт, где находятся реликтовые деревья, я считаю, тубы, она требовала своего какого-то изменения, преобразования. И хочу сказать спасибо здесь нашим активистам Территориального общественного совета «Перспектива», которые явились инициаторами этого проекта, разрабатывали его, контролировали ход выполнения. Помимо содействия, помимо комфортной городской среды, в районе реализуется конкурс «Твой конструктор двора». В бюджете района на 2021 год было предусмотрено 9 миллионов рублей. И эти средства позволили нам благоустроить, установить новое игровое или спортивное оборудование на 18 детских площадках. То есть работа очень большая, и по итогам ее можно сказать, что 35 дворов в районе благоустроено комплексно, и на 109 территориях было установлено дополнительное игровое детское оборудование. Район большой, проблемы большие, и грандиозное воплощение проектов, и вот работа выполняется. Очень отрадно мне слышать вот такие цифры от вас. А вот вы как жительница, Светлана Александровна, района видите, что вот в последнее время район заметно похорошел, он видоизменился, и вот такие площадки преобразуются, делается очень многое для комфортного проживания жителей. Да, конечно. В первую очередь я это заметила на своем районе, потому что у нас вот на территории нашего квартала находится 18 домов, я уже про это, 19 здесь, 19 ТСЖ, и 17 из них с 2017 по 2021 год уже поучаствовали в федеральном проекте «Комфортная городская среда», а плюс мы поучаствовали в программе благоустройства от администрации промышленного района. У нас были комплексно отремонтированные дворы, нам сделали парковочные карманы, заменили колду, хоккейную колду поставили. Площадку хоккейную, да. Вот. Сделали шесть детских площадок, ну просто по асфальту там очень много, мне кажется, у нас такой объем огромный. Вот. И все это сделано вот на протяжении этого периода, и люди заметно рады этому, они комфортно живут, они понимают, что это делается для них, и очень это ценится. Но администрация промышленного района нам очень помогает в этом, потому что собрать комплект документов необходимо, инициативную группу неоднократно выслушать, внести некоторые изменения. То есть это очень большая кропотливая работа совместно со всеми. Не просто инициативной группе пойти и написать, вот мы хотим вот так, вот так вот. Это необходимо все согласовать, плюс мы понимаем, что... И не один раз к тому же, да. И не один раз, да. Плюс у нас есть те сети инженерные, которые находятся под землей. Это тоже учитывается. Потому что это безопасность, прежде всего, наших жителей в том числе. И этот комплекс, он очень такой объемный, но, тем не менее, очень эффективный. Татьяна Эдуардовна, ну ведь помимо дворовых территорий, есть еще и общественные пространства. Расскажите, пожалуйста, как они преображаются в вашем районе? Ой, я вам благодарна за этот вопрос. Промышленный район. Когда мы говорим промышленный район, у нас сразу ассоциация с парком Гагарина, да? С любимым местом отдыха взрослых детей. Да, в 2012 году. Но помимо парка Гагарина, у нас на территории еще и два крупнейших парка. Это парк Воронежские озера и парк Молодежный. Это очень востребованные территории для отдыха наших жителей. Неоднократно они обращались к нам с просьбой благоустроить. И мы всегда, выстраивая диалог с жителями, говорили им о том, что существует федеральная программа «Комфортная городская среда». Что существует отбор тех общественных пространств, которые планируются к благоустройству. Давайте примемся вместе активное участие в общественном голосовании. Поддержим наши территории. И это произошло в этом году. Мы на протяжении года, предшествовавшего этому проведению общественного голосования, вместе с жителями изучали предложенный дизайн-проект. Согласовывали, вносили изменения. И спасибо разработчикам. Все эти замечания, предложения были учтены. Наши две территории по результатам общественного голосования заняли лидирующие позиции. И в 2022 году начнется первый этап благоустройства этих замечательных мест, которые поистине являются жемчужными промышленного района. Мы этого ждем. Не могу с вами не согласиться, но в свою очередь буквально летом со своими детьми гуляла в этом парке и заметила там некоторые новые площадки. То есть есть уже где отдохнуть и чем полюбоваться. Вот предложенный дизайн-проекты, они именно и учитывали наличие существующей инфраструктуры и добавление новых элементов. Но, естественно, приоритетом, и это было указано нашим жителям, остается сохранение зеленых насаждений, легких, легких нашего района. — Хорошо. Поговорим еще про ТСЖ. Ваша Светлана Александровна, расскажите, почему вы решили его возглавить? Ну вот у вас такая действительно очень активная позиция, и можно ли сказать, что оно у вас успешное? — Да. Сказать можно. Дело в том, что... — И подтвердить фактами наверняка. — Да. Мы первые, единственные в городе, нарисовали на своих фасадах исторические здания нашего города. Мы отразили это как память и сделали небольшим флешмобом. Эффективность, наверное, заключается в взаимодействии с жителями, но и взаимодействии со всеми органами власти, хозяйствующими субъектами. Эффективная работа председателя, она заключается как раз-таки в том, чтобы соединять одно с другим, и от этого будет эффективная работа. По поводу эффективности в принципе ТСЖ, мы участвуем в различных программах, и сейчас мы хотели бы участвовать в программе энергоэффективного ремонта, к примеру. Это очень интересная для нас сейчас тема, потому что 10 лет дому, и то оборудование, которое поставили нам изначально, оно все равно изнашивается. — Изнашивается, да. — Да, да. И энергоэффективный ремонт, этот вопрос может решить. И как раз-таки мы сможем уменьшить квитанции жителей, чего они будут получать большой бонус. — Хорошо. — На поле можно я добавлю? Но помимо того, что у этого ТСЖ активная такая работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, это еще и очень дружный дом, который живет одной, можно сказать, большой семьей. Праздники все вместе они встречают, они проводят социально значимые акции, всегда откликаются на просьбы. То есть приятно работать с теми, кто знает, чего хочет. — Татьяна Эдуардовна, хочу предложить перейти вам к также очень значимой теме. Это жилищный фонд района. Есть специфика. Расскажите, пожалуйста. — Жилищный фонд района. 1546 многоквартирных домов. Дома разные, как я уже говорила выше. Это и есть новостройки, и есть двухэтажные дома, пятой, шестой категории. Обслуживанием, управлением данными домами занимаются 34 организации. 246 домов под управлением ТСЖ, ЖСК. Основные требования, которые мы предъявляем к управляющим компаниям сейчас, это опыт работы, это компетентность в решении тех задач, которые ставятся, это укомплектованность кадрами, и кадры должны быть профессиональными. Конечно, наличие специализированной техники. Именно с этих позиций мы выстраиваем диалоги с руководителями управляющих компаний. При общении с нашими жителями мы стараемся помочь им в участии в региональных и областных, в региональных и федеральных проектах. Также принимаем активное участие в реализации различных мероприятий, связанных с повышением квалификации наших председателей Советов МКД. Только в этом году совместно с Ресурсным центром обучения председателей ТСЖ, МКД мы провели 28 семинаров. Председатели задавали вопросы, получали квалифицированные ответы не только от ГЖИ, но и от руководителей управляющих компаний, от фонда капитального ремонта, от ресурсоснабжающих организаций. Полезные мероприятия, да? Да, и мы очень надеемся, что и в дальнейшем такие ресурсные центры поможет нам в проведении семинаров. По капитальному ремонту, региональная программа капитального ремонта, она начала свое действие с 2014 года, и более 1400 домов у нас включены в эту программу. За первые 5 лет реализации этой программы было капитально отремонтировано порядка 400 домов. Это и ремонт кровель, инженерных коммуникаций, фасадов, замена лифтового оборудования. В этом году уже завершен ремонт на 60 многоквартирных домах. И готовится краткосрочный, ну он уже готов, краткосрочный план на последующий год. Работу будем продолжать. Спасибо. Ну а жить с комфортом в благоустроенных домах, чистых подъездах и теплых квартирах желает каждый житель города. В Самаре более 10 тысяч многоквартирных домов. Каждый из них нуждается в современном уходе обновлений. Некоторая часть из них уже отремонтирована по программе фонд капитального ремонта. Другие регулярно приводят в порядок ежегодно по плану текущего ремонта и обращению граждан. В стояниях проверяют внутренние коммуникации, меняют оконные конструкции, приводят в порядок лестничные клетки. Посмотрим сюжет о том, что удалось сделать в рамках текущего ремонта в промышленном районе Самары. Сложно представить, но буквально неделю назад во дворе дома 143 по улице Воронежской была настоящая чаща. По словам местных жителей, в вечернее время это место привлекало компании молодых людей, которые распивали здесь спиртные напитки. Избавиться от зарослей помогла администрация промышленного района. Надежда Мушиц, активная жительница двора, обратилась к главе района с просьбой расчистить территорию. Вечерами невозможно быть здесь. Грязь, люди, ну понимаете, молодежь, что-то прячется, что-то так, свои личные дела. Хотелось бы нам все это опиловочку сделать, осветлить, сделать площадочку детскую получше. И чтобы наши детки гуляли здесь, внуки, детки. Я обратилась в администрацию промышленного района с письмом о том, чтобы нам сделали опиловочку, осветлили нашу территорию, которая, на самом деле, она, говорит, большая. Значит, здесь что-то можно организовать. В доме 141 по Воронежской Надежда Мушиц проживает уже 10 лет, 4 из которых занимает должность председателя. Говорит, за двор болеет всем сердцем. Хочет, чтобы он стал лучше и уютнее. С просьбой провести опиловку деревьев жительница обратилась в районную администрацию. Там на поступивший запрос отреагировали оперативно. В течение нескольких дней силами подрядной организации было спилено более 20 деревьев. 38 потребовалась опиловка. Для проведения работ задействовали несколько единиц техники. Чтобы вывести порубочные остатки, потребовалось 4 грузовика и 1 трактор. Происходит вывоз порубочных остатков после сноса аварийных деревьев по заявке жителей Воронежская 143. Жители обратились с просьбой провести работы по сносу деревьев на данной детской площадке. И мы оперативно отреагировали, выставили сюда подрядчика, который провел работы по сносу деревьев. После того, как закончит вывоз всех бревен и веток, Надежда Мушиц снова собирается обращаться в администрацию района. Но в этот раз с просьбой о благоустройстве освободившейся территории. Татьяна Эдуардовна, в преддверии Нового года расскажите, пожалуйста, какие проводятся мероприятия в районе по подготовке к новогодним праздникам? И что делается для создания у жителей именно праздничного настроения? Да, скоро Новый год. Это, наверное, самый любимый для всех из нас праздник. Новый год и Рождество. Уже сейчас на территории района объявлено три конкурса. И все они для нас важны. Первый конкурс – это на лучшее новогоднее украшение. Здесь различные номинации и промышленные предприятия могут принять участие, объекты потребительского рынка, учреждения, социальные сферы. И, конечно же, дворовые территории, подъезды. Мы ждем заявок на участие в конкурсе и знаем, что ни один субъект, подавший заявку, не останется без нашего внимания. Еще один конкурс, который мы проводим – это новогодний серпантин. Подделки, созданные руками наших детей. Подделки, рисунки, открытки. Все это не останется также без внимания. Те детские игрушки новогодние, которые будут изготовлены, мы уже понимаем и приняли для себя решение, они будут размещены на районной елке. Еще один немаловажный для нас и новый конкурс в этом году – это «Лучший Дед Мороз промышленного района». Этот конкурс проводится в два этапа. Первый этап – это онлайн. Мы сейчас активно собираем заявки. Ну а второй этап, он пройдет у нас как раз на районном мероприятии, который состоится у ДК «Победа» в канун Нового года. Конечно, в сложных условиях, связанных с ограничением, вызванными распространением коронавирусной инфекции, мы должны соблюсти все эти ограничения. И стараемся как можно больше праздничных мероприятий сделать непосредственно в местах проживания наших людей. 25 дворовых праздников будет проведено на территории района. Еще у нас очень большая спортивная новогодняя программа. У нас пройдут и новогодние эстафеты, и на лыжах. У нас пройдет и футбол на снегу, волейбол на снегу. То есть программа разнообразная. Но если кратко, то, естественно, хорошее настроение создается еще и окружающим восприятием мира. Немаловажный вопрос – это украшение территории района. Традиционно бульвар Старозагора, традиционно все наши парки, сквер «Солнечная поляна» будут украшены к новогоднему празднику. Новая локация – ДК «Победа». Там у нас будет установлена новая ель. И всех жителей мы приглашаем посмотреть на ту красавицу, которую мы установим. Я думаю, что вашим приглашением непременно воспользуются жители не только промышленного района, но и всех остальных районов нашего города. Мы гостеприимны. Да, гостеприимны. Благодарю вас за очень интересную беседу. Большое спасибо. Но, конечно, важное место в деятельности администрации любого района занимает работа с обращениями граждан. Ведь администрация – это первая инстанция, куда жители идут с волнующими их вопросами. Приходят не просто пожаловаться на какую-то проблему, но и высказывать свои предложения по их решению. Очевидно, что эффективную и плодотворную работу можно проводить только тогда, когда существует взаимопонимание между населением и властью. Вы смотрели программу «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова